Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну и конечно же принимай участие в конкурсе и выиграй любую вещь из выпуска. Погнали уже! Эта трубка способна творить чудеса. Не-не-не, мыльные пузыри – это не такие уж и чудеса. А вот если в пузырь запустить немного дыма, это уже другой разговор. А если смочить руки мыльной водой, то над ним можно и поиздеваться, потыкать пальцем или еще чего. Обалдеть, ты видел это? Он легче воды. А как он красиво лопается. Ох, дым буквально растворяется в воздухе. Я бы смотрел на это вечно. Кстати, в один из моментов, когда дым стелется по воде, можно увидеть смайл. А это LED-чехол. И да, он светится, а еще меняет цвет в зависимости от времени суток. Вариаций этих чехлов у продавца целый миллион. Серьезно. Там и с Мстителями есть. И с оленями, и черепами, и кошечками. Я даже не смог выбрать что-то одно. У меня есть вот такой с летучей мышью. Ну ты понял, да? Это намек на Бэтмена. И крутым котом. На мой смартфон сел чехол отлично. Никаких проблем не было. Запаха постороннего тоже не заметил. Я более чем просто доволен. Я считаю, что огнетушитель в доме – это главный мастхэв этого года. Ну а что, 2020-й непредсказуемый, неизвестно чего ждать дальше. Этот портативный вариант не помешает. На всякий случай. Правда, изначально я даже не думал, что он будет настолько маленький. Я бы даже сказал, что это одноразовый огнетушитель, которого хватает буквально на пару пшиков, а значит сильно рассчитывать на него не стоит. Декоративная вещь, не более того. А это распылитель для масла, который был куплен по просьбе мамы. Правда, ждали мы его очень долго. Пришел в целости и сохранности, был в воздушном пакете и картонной коробке. Добротность бутылочки удивила даже меня. Прочное стекло, не закаленное, конечно, но хорошая и металлическая крышка. В комплекте также была инструкция на английском и небольшая пластиковая воронка. Сразу скажу, жутко неудобная. Масло распыляет хорошо, но только если нажимать не слишком сильно. А это наушники для настоящего геймера, который знает, как важно услышать все, что говорят эти нубы. Эта модель действительно достойна внимания. Поддерживает проводную и беспроводную систему подключения. Я чаще пользуюсь вторым вариантом, потому что во время игры забываю о проводах и когда встаю, все летит к чертям. Весят они немало, почти 500 грамм. Если играть долго, то уши все же устают. Но час-два в них можно спокойно просидеть, тем более они автоматически подстроятся под голову. А это у нас сухой лед. Сухим льдом называют тот самый углекислый газ, который мы с вами выдыхаем, но только замороженный. Эксперименты с сухим льдом выглядят как волшебство. Практически все опыты с этим веществом можно провести дома без какой-либо специальной подготовки. Если хранить его дома, то нужен специальный контейнер или сумка-холодильник. Если на улице холодно, емкость можно выставить за окно. Но стоит только бросить его в воду, как сразу же образовывается эффектный пар. Зрелище нереально красивое. Хочешь заколхозить свой iPhone? Могу предложить тебе подсветку для динамика. Свечение зависит от продолжительности звука и тональности. Если раньше тебе не приходилось разбирать свой телефон, то советую предварительно посмотреть гайд по разборке, а только потом что-то делать. Устанавливается нетрудно и, на удивление, работает. Но чтобы все стало как надо, придется убирать сеточку. И после этого твой iPhone начнет напоминать телефон модной чекули из 2010 года. Вроде это было модно – цеплять стразики и всякие наклеечки. А теперь давайте честно. Кто, как и я, пытался по-модному затюнить машину? Я знаю, что нас много, а поэтому хочу рассказать об этом гаджете. Это реально крутая штука, которая управляется голосом. В посылке приходит небольшой дисплей и подставка, с помощью которой он крепится на стекло. Смайлы можно менять с помощью приложения, в нем сейчас около 1500 разных картинок. А если нужной нет, то можно сделать свою в том же приложении. Это уникальный экзоскелет для iPhone. Он состоит из трех металлических частей, которые прижимаются к смартфону. Также есть специальное крепление для различных аксессуаров. Например, объективы для камеры, крепление с зажимом и даже кошелек. Несмотря на такой мощный вид, вес его всего 48 грамм. Он реально укрепляет конструкцию смартфона, а также защищает углы и тыльную часть от падений. При этом доступ к кнопкам не затрудняет. Это венерина мухоловка. Цветок-хищник. Питается мухами и пауками, в редких случаях мелкими животными, например лягушками. На Алике продаются семена этого растения. Доставка долгая, семена приходят в пакетики. В общем, посадили семена и стали ждать, когда вырастет это чудо. Через месяц появилась какая-то травка. Подумал, может так и должно быть. А спустя еще некоторое время оказалось, что у нас выросла… репка. Вот это поворот. Китайцы меня на «е» обманули. Лучше бы в Икее взял уже готовый вариант. Короче, это полный пи***. А это тактическая ручка или тайное оружие для самообороны. При этом выглядит как вполне обычная ручка. Ну, почти. Но если присмотреться, то на ее верхушке можно разглядеть небольшую кнопку. Нажав на нее, появляется опасное оружие. А точнее небольшой, но вполне себе острый нож. Продавец уверяет, что ручка может помочь в опасной ситуации. Надеюсь, мне не придется ею пользоваться. Кстати, купить ее можно только на eBay. А это гамак для ног. Вещица на самом деле прикольная, но есть большое «но». Стоит это чудо 20 долларов. Китайцы, вы совсем там охренели? 20 баксов за кусок тряпки, две палки и веревку? Ай да китайцы, ай да молодцы. Да я лучше сам смастерю, и то дешевле выйдет. А это подставка для телефона с проекционным экраном. Вещь интересная, но хлипкая. Боюсь, что долго работать не будет. Пока претензий нет. Устанавливать легко, проекцию настроил. Правда зарядка у меня почему-то не пашет, причем с самого начала. Написал об этом продавцу. Он пообещал, что вышлет новую. Пока ничего не пришло. Видимо опять на… обманул. Придется самому докупать, так как подставка мне нравится. Для своих денег достойная вещь. Я очень надеюсь, что на меня с ножом никто кидаться не будет. Но вот футболка устойчивая к таким повреждениям все же не помешает. На первый взгляд и не скажешь, что она какая-то особенная. Обычная, ничего примечательного. Тестить на себе, конечно, стрёмно. Вдруг братья китайцы обманули. Но все же, если провести по ней острым ножом, никаких следов не останется. Даже нет намека на маленькую дырочку. Офигеть! Ты тоже в шоке, как и я? Обязательно ответь в комментах. Кстати, есть еще и рубашки. Об этих металлических перчатках от порезов, наверное, говорили везде. Я тоже решил их проверить. Ну а что, вдруг они действительно так хороши? Значит, заказал, получил, открыл. И знаешь что? Внутри только одна металлическая перчатка. Одна! В смысле, почему одна? Вот примерно такие мысли были у меня после распаковки. Внутри пакета была металлическая перчатка и тканевая. И что мне с тканевой делать? Так, по ссылкам с Алика я еще не разочаровывался. Хотя… А это мой фаворит сегодняшней подборки. Необычная краска для авто. Вот посмотри, обычная машина, да? Но стоит облить ее теплой водой, как начинает проявляться рисунок. Причем он может быть любым. Мне вот захотелось нарисовать лицо Джокера. А что, нравится мне его персонаж? Но если на капот попадет холодная вода, то все исчезнет. Совсем никаких признаков аэрографии. При том, что она не портит лакокрасочное покрытие. А поэтому друг уже вовсю выпрашивает, чтобы и ему ее заказал. А это турбины вызывающие жуткую головную боль. Потому что возиться с ними меня задолбало. Мало того, что шли непонятно сколько, так еще и проводки все обрезанные приехали. И ладно бы если бы хотя бы сантиметров по 50, так нет их максимальная длина около 5 сантиметров. Что с этим делать? Зачем так издеваться надо мной, а? Даже несмотря на то, что они могут выдавать до 52 тысяч оборотов в минуту, я не стал с ними ничего делать, так как купить провода из-за сложившейся ситуации негде. А это маркер-очиститель для плиточных швов. Еще одно ноу-хау от китайских изобретателей. Он помогает вычистить потемневшие места между плитками. На вид это обычный белый маркер, который просто закрашивает темные швы. И все вроде хорошо, но его хватает примерно на один квадратный метр, а поэтому толку в принципе от него нет. Особенно, когда нужно отмыть ванну и кухню. Или потребуется заказывать сразу штук пять, но выйдет это дороговато. Если ты думаешь, что в курсе всех современных новинок умного дома, то ты глубоко ошибаешься. Готов поспорить, что ты ничего не слышал об умном зеркале. Теперь в него можно не просто смотреться, а еще и слушать музыку, смотреть любимый сериал, просматривать прогноз погоды и, внимание, отвечать на звонок. Только вдумайся, в этом году ты уже сможешь говорить по зеркалу. Ну, это странно звучит, конечно. И зачем тогда телевизор и смартфон? А это классические мини-моторчики, которые можно найти в детских машинках. Я заказывал две штуки и ждал их нереально долго – около двух месяцев. Пришли они относительно целые, но все в царапинах. Ощущение такое, что ими кто-то уже пользовался до меня. Китай, что еще сказать. Те, кто занимаются самоделками, думаю, не стоит рассказывать для чего нужны эти моторчики. Я был бы полностью доволен, если б в комплекте шли еще и шестеренки, хотя бы пара штучек, поскольку найти нужного размера оказалось очень даже трудно. А это супер мощный фонарик, во всяком случае так обещает продавец. Пришел он в пластиковом кейсе, который слегка не выдержал напора почты России и растрескался в пух и прах. Работает в трех режимах – точечный, мигающий и рассеянный свет. Светит ярко только от сети. От аккумулятора у меня по неведомой причине не работает. К тому же есть проблемы с индикацией зарядки, всегда показывает четыре лампочки, даже когда он полностью разряжен. Любишь ли ты дрифт? Я его обожаю. Месяц назад на глаза попалась эта дрифт-машина. Ну как же устоять, тем более это Subaru Impreza. Кстати, ее нужно собирать не полностью по деталькам, а просто присоединить кузов к днищу и установить батарею. Управляется с помощью джойстика, но он необычный, к нему надо бы мне еще приловчиться. Пока не получаются крутые трюки, поскольку боюсь повредить машину, да и с управлением до конца не разобрался. Но все впереди, вот увидишь. Я, конечно, не шаман и с бубном не танцую, но повлиять на погоду могу. Заинтригован? Ну еще бы. Недавно я приобрел генератор тумана с вилкой. Это небольшая штука, одна часть которой втыкается в розетку, вторая пускается в емкость с водой. По итогу образуется своеобразный туман, очень уж похожий на настоящий. Но это не просто игрушка, а увлажнитель воздуха, который мне пришлось подарить своей подруге, так как он ей очень понравился. А это реально полезная штука – вакуумный упаковщик. Пакет можно использовать несколько раз. Продаются в рулонах, но край пакета можно легко запаять. Хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя допускать попадания влаги внутрь вакууматора, они от этого ломаются. Это не значит, что влажные продукты нельзя вакуумировать, просто оставляй небольшой запас края пакета и следи за тем, чтобы насос не впитал в себя влагу. Но лучше всего предварительно заморозить продукт в морозильной камере. И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные – лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 000 лайков, в моей группе ВКонтакте сразу появится пост с итогами конкурса. Всем удачи, а хейтерам привет!